Привет, друзья! В эфире Кулинарная Пропаганда, а с вами я, Дмитрий Фреско. Если вы еще не забыли. Сегодня вместе с вами мы будем вспоминать детство. Все российские мамы и бабушки, а также некоторые папы и, страшно сказать, дедушки, уверены, что супы очень полезная еда. И очень хотят накормить ими своих чад. Дети, как правило, с ними категорически не согласны. Например, я в детстве из трех наиболее частых в моем доме супов без внутреннего протеста ел только один. Ко второму был более-менее равнодушен, а от третьего готов был спрятаться на чердаке. Мои дети не исключение. Нужно очень постараться, чтобы убедить их похлебать супчику. Но есть один, простой и быстрый, который по-честному супам-то называть нельзя. Его они готовы есть, пока не пустеет кастрюля. То есть на обед, ужин и завтрак следующего дня, если повезет и еще что-то останется. Впрочем, что я за спиной сыновей прячусь? Я бы и сам его ел круглосуточно, если бы не такая конкуренция. А все из-за необычных клеток. Давайте я покажу, как его готовлю. И надеюсь, вам захочется его повторить. Сначала, как обычно, варю куриный бульон. Если я собираюсь варить этот суп, я не добавляю в бульон ни лук, ни морковь. Иногда кладу для аромата семена кориандра. На мой взгляд, он отлично подходит к курице. Не всем нравятся плавающие супер жесткие семена, поэтому можно поместить их в специальный холчевый мешочек, чтобы потом легко удалить. Но я ничего против не имею, поэтому просто разотру их в ступке помельче. С бульона, по мере ее появления, сразу снимаю пену. С этим делом хоть чуть-чуть задержишься, он помутнеет, станет некрасивым. Вот теперь можно и кориандр добавлять. С курицы я снял шкуру и отрезал кончики крыльев. Все равно эти бесполезные детали у курицы никто не ест. Нынешние куры варятся быстро, поэтому самое время заняться тестом для клеток. В просторную миску вбиваю два яйца и добавляю кусок масла. Размер примерно с яйцом. Добавляю немного соли. Щепотку, может быть, чуть больше. И понемногу добавляю муку, начинаю размешивать. Точное количество муки тут не важно. Если положить муки побольше, то тесто будет более крутое. И клетки тоже будут крутые, как паста. А если поменьше, и тесто будет как густая сметана, то клетки будут очень нежные и мягкие. Причем, если муки будет совсем мало, то они будут настолько нежные и мягкие, что могут даже расползаться в бульоне. Если, по ощущениям, переложили муки, и она перестала вмешиваться, ничего страшного. Можно добавить пару ложек теплого молока. А если молока выбухали много, и тесто стало жидким, смело добавляйте муку. И так до тех пор, пока либо мука, либо молоко не кончится. Клесковое тесто делается вполне себе на глазок и на зубок, как вам больше нравится. И нет необходимости стремиться к особой однородности. Ну вот, пока я тут болтал, тесто замесилось практически само. И, в общем-то, уже можно добавлять в бульон. Так, посолю. И попробую на соль. Обалдеть. Но мы кулинары. Не были бы кулинарами, если бы не думали, как еще можно улучшить и разнообразить вкус. Для улучшения разнообразия я потру чеснок на мелкой терке. Ну, еще его можно в ступке растереть. А для разнообразия и улучшения мелко-мелко порублю пучок зелени того же кориандра. Ну, а попросту кинзы. Добавлю все это богатство в тесто. Вот оно стало каким веселым и красивым. Курица у меня уже доварилась. Сейчас достану ее. Отделю мясо от костей. Ну и прикрою, чтобы не заветривалось. Осталось только отправить клетки в бульон. Чайную ложку слегка нагрею в слабо кипящем бульоне и начинаю выкладывать. Зачерпываю, проводя ложкой по краю тарелки, кусочек от половины до чайной ложки. Ну, это зависит от того, у кого какой рот. Они увеличатся раза три в бульоне. Так нужно вычерпать все тесто. Надо следить, чтобы в этот момент бульон кипел совсем слабо. Иначе кусочки теста будут отрываться. Бульон станет мутный. Был когда-то в живом журнале кулинарное сообщество Китченах. Очень живое, очень информативное. Сейчас оно осталось только в легендах и архивах. И я был его участником. Так вот, суп с клетками я научился готовить еще в моей мамуле. Но вот эту вот хишку, добавку кинзы чеснока, привнес кто-то из сообщников китченаховцев. Выпускаю в кастрюлю последнюю крючку и возвращаю в кастрюлю все мясо. Есть группа людей, которые предвзято относятся к кинзе. Мол, она пахнет клопами или даже кошками. Мои дети к таким относятся. Только в силу небольшого своего опыта пока не рассказывают о кошках и клопах. Однако, кинза в свежем виде и кинза в готовом блюде все же отличаются. Попробуйте. Дайте кинзе шанс, как в свое время дали оливкам. Не исключено, что когда-то они вам не понравились. И не исключено, что вы сейчас с удовольствием съедите штучку другую. Вот и все. Суп с клетками готов. Очень простой стук. Но кинза и чеснок делают его аромат совершенно фантастическим. Пока дети в школе, надо хоть тарелочку успеть съесть. А то ведь придут, мне совсем ничего не достанется. Друзья мои, даже если вы абсолютно уверены, что ваш суп с клетками самый лучший на планете, попробуйте приготовить вот так. Я точно уверен, вам понравится. К тому же ароматизировать тесто различными добавками можно по своему вкусу. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. И не удивляйтесь, что у канала мало подписчиков. Лучше активнее делать репосты. Пусть настанет больше. Пишите под видео, что приготовить. Комментарии, собравшие наибольшее количество лайков. И блюду, соответственно, попадет в съемочный план. Спасибо за компанию. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok